Это как если бы русские тоже не хотели сбрасывать доллар, пока мы не отключили их от доллара. Тогда у России не было выбора. У Китая, если мы ведем санкции против финансовых институтов Китая, будет мгновенное решение отключить их. Теперь Китай отключается. Теперь ты русские. И Соединенные Штаты также содержатся в этом нелепом законопроекте. Это не просто проблема с тиктоком. Это конфискация 8 миллиардов долларов российских суверенных активов и передача их Украине. Итак, теперь вы Китай сидите на целой куче ценных бумаг США и все остальные, а Соединенные Штаты только что сказали, что мы можем ограбить вас в любое время, когда захотим. Большое вам спасибо за то, что вы купились на долларовую систему, но теперь мы можем ограбить вас. Сколько времени потребуется Китаю, чтобы отключиться? Я знаю твой ответ. У них нет выбора. Они должны отключиться, как и весь остальной мир. Сейчас пока все отключаются, потому что Америка, Канада и Европа работают под предпосылкой, что мы нужны миру. Нет, это мы удобны для мира на данный момент, но миру мы не нужны. Все эти министерства иностранных дел сидят там, готовясь приехать в Брикс. И они борются по таким вопросам, как дедоларизация доллара. Ну, это неудобно для нас. Мы не хотим проводить дедоларизацию быстрыми темпами, потому что мы не знаем, что произойдет. И мы можем потерять немного денег. Америка разрушит вашу экономику, заявив, что мы сбрасываем доллар. Нам нужно придумать что-то прямо сейчас. Ты только что облегчил им жизнь. Теперь министры иностранных дел обратятся к министру экономики и скажут, я больше никогда не хочу слышать ничего о том, чтобы оставаться с долларом или сбрасывать его. Двигайся, найди решение. И этот приказ отдается по всему миру. И когда они объединятся в кирпичи в октябре, благодаря безумию Конгресса Соединенных Штатов, идиотизму канадского парламента и всему остальному, что находится между ними. Доллар будет сброшен со счетов. Американские финансовые институты будут сброшены со счетов. Ты думаешь, что это из-за TikTok? Это не из-за TikTok. Это не из-за Хуа. Это из-за финансового контроля над миром и китайцами, индийцами, русскими, евразийцами, развивающимся южным экономическим миром, который собирается воедино с помощью кирпичей. И поверь мне, чем больше кирпичей объединяется, тем лучше, потому что там есть целая куча выжидателей, которые говорят, о боже, нам нравится эта штука с кирпичами. Нам это нравится, но у нас есть доллары. О боже, мы должны тусоваться с системой SWIFT и долларами. Это неудобно. Но когда кирпичи в России и Китае решили эту проблему, будучи вынужденными принимать трудные решения, а не потому, что они этого хотят, они были вынуждены это сделать. Карл только что сказал это прямо. У тебя нет выбора, если Блинкен ведет санкции против китайской финансовой системы, как ты думаешь, китайцы будут сидеть там и говорить. Но это всего лишь частичная санкция нашей финансовой системы или китайцы говорят, что все кончено. Ты начал драку, которую мы тебе никогда не советовали начинать. Теперь все кончено. Мы отключаемся. До свидания. Это будет стоить нам денег, но мы отказались от ваших ценных бумаг. Ты сам по себе, доллар в свободном падении, экономика США в свободном падении. Засунь это себе в ухо. Мы двигаемся дальше. И все остальные сидят там и говорят, черт возьми, они двигаются дальше. Как ты думаешь, сколько времени потребуется Колумбии, чтобы сделать то же самое, что доллар делает для Донии? Я просто, я просто думаю, ты же знаешь. Это самоубийство ТикТока со стороны Конгресса США, буквальное самоубийство. Они такие глупые. Они этого не видят. Я просто хочу добавить к этому. Например, китайцы не хотят, чтобы дело дошло до этого бога. И это то, что они, ты знаешь, они пытаются сделать. Не имеет значения, чего ты хочешь, Алекс, кого волнует, чего ты хочешь. Важно то, что делает другой человек. Я не хочу, чтобы правительство США присылало мне налоговые счета каждый год. Я действительно не хочу, чтобы они это делали, но они собираются это сделать, так что я должен быть к этому готов. Китай, возможно, не хочет отключаться от доллара, но когда Соединенные Штаты атакуют то, что заставляет работать их экономику, их финансовые институты, можно подумать, что Китай будет сидеть с ложа руки и принимать этот удар. Нет, они не собираются принимать этот удар. Они не хотят этого делать, потому что это неудобно, но когда тебе не оставляют выбора, ты должен действовать. Так что Китай отключится от доллара. Это моя ставка. Я не вижу, чтобы Китай позволил Тони Блинкену шантажировать их по поводу финансовых санкций и сказал, о, ты прав, Тони. Мы были неправы во всем, что мы пытались сделать. Во-вторых, Владимир Путин, и все же мы не можем прийти к кирпичам в этом году. Мне очень жаль. Америка пригрозила нашим финансовым институтам серьезными санкциями. Так что мы отключаемся от кирпичей и просто собираемся полностью подчиниться американской имперской машине. О, кстати, раз уж они пригрозили нашей финансовой системе, мы отдаем им еще и Тайвань. И я слышал, что мы отдаем еще и Тибет, и, возможно, уйгуров, и мы просто собираемся позволить нашей стране. Китайцы не глупы. Они умные, они сообразительны. Они знают, что здесь происходит. Они не позволят Америке играть в эту игру. Они встретились с Блинкином и Салливаном как раз в начале правления администрации Байдена на Аляске. Помнишь ту встречу? И китайцы, и американцы начали свою кампанию «Мы, Америка». Китайцы ушли, а нам все равно. Ты больше не можешь так с нами разговаривать. Это совершенно новый мир. Мы, Китай. В чем-то мы с тобой равны, в чем-то мы лучше тебя. Так что тебе лучше начать относиться к нам с уважением, иначе нам будет все равно. И я думаю, что именно там сейчас находится Китай. Им больше нет дела до Америки. Они хотели бы заботиться об Америке. Мир был бы лучше, если бы они это делали, если бы могли. Но как ты можешь заботиться о ком-то? Это все равно, что поддерживать с кем-то отношения. Ты хочешь иметь с кем-то отношения, но они обкрадывают тебя, обкрадывают тебя и подрывают твою способность поддерживать с ними отношения. Америка — худшая любовница в мире. Ты же знаешь, китайцы чего-то ждут. Мы им ничего не даем, ровным счетом ничего. Какая польза Китаю от сохранения отношений с Соединенными Штатами? Какая выгода? Но никакой выгоды нет, она равна нулю. Это мое мнение. Я имею в виду, что это интересный момент, джентльмены. Еще одна вещь, о которой я хотел бы спросить тебя, Скар. Я имею в виду, раз уж ты здесь, то знаешь, говорит ли среднестатистический американец об интересе Китая к поясу и дороге? А среднестатистический американец вообще знает об этом? Оно ничего не знает о поясах и дорогах. Я имею в виду, оно ничего не знает о Китае. Китай это место, где родился цыпленок Дженерал Стайл, потому что когда я беру телефонную трубку и звоню в китайский ресторан быстрого питания с жирной пищей, я могу заказать цыпленка Дженерал Соу. Я могу предложить тебе цыпленка по-бурбонски. Я имею в виду, как черт возьми китайцы придумали курицу по-бурбонски. Что черт возьми китайцы делали сегодня в Бурбоне? Боже мой, эти китайцы такие умные. Смотри, мы ничего не знаем о Китае. У нас есть несколько так называемых экспертов по Китаю, но опять же, ты не можешь быть законным экспертом по Китаю в Америке сегодня. Я живу по соседству с одним из них. Хорошо. Нет, она. Она на самом деле имеет докторскую степень в области китайской истории. Она говорит. О, вау! Свободно говорит на этом языке. Она ездит туда. Они усыновили китайских детей. Она знает Китай. Она любит Китай. Она понимает Китай. Никто не собирается ее слушать, потому что она слишком чертовски умна. Она знает. Можем ли мы пригласить ее на шоу? Я не думаю, что она хочет этого. Я думаю, что она счастлива там, где она находится в жизни прямо сейчас. Я просто подумал о том, о чем думал Карл. Я мог видеть, как в голове Карла крутятся колеса. Моя точка зрения заключается в том, что это не то, что мы получаем вместо этого, а эти недовольные холодные воины, которые, как вы знаете, достигли зрелости во время администрации Рейгана, когда, как вы знаете, Китай был плохим, вы знаете, и площадь Тиньяньмэнь. Вы знаете, они продолжают выбрасывать этот мем там и все такое. Я буквально самый глупый парень в этой комнате, и я горжусь тем, что я самый глупый парень в этой комнате. Но я все же выучил немного военной математики, и это очень простая математика. Хорошо, палата представителей сделала это в Сенате, и президент спросил, сколько там американцев. Я имею в виду, что я просто работаю над этим числом, необработанным числом. 340 миллионов долларов? 340 миллионов долларов, да. А сколько там канадцев? 39 миллионов, 40 миллионов. Вместе это меньше 400 миллионов, не так ли? Я имею в виду, что за последний пятилетний план Китай вывел 300 с лишним миллионов человек в средний класс. Китаю наплевать на американское или канадское население? Китаю наплевать на европейское население? Карл, помоги мне с этим. Если Блинкен выполнит свои угрозы и начнет вводить санкции против китайской финансовой системы, сколько времени потребуется Китаю, чтобы отказаться от доллара? Ну, я имею в виду, что тогда у Китая не будет выбора. Верно? У него не будет выбора. Так что моргай прямо сейчас. Спасибо, что сказал это. Прямо сейчас Китай не хочет отказываться от доллара, потому что, несмотря на то, что они заключают эти сделки, доллар по-прежнему удобен. А Китай, в конце концов, является опытным бизнесменом. И поэтому, когда вы совершаете много транзакций, долларовые транзакции уменьшают трение в вашей финансовой системе. Хорошо, 95 миллиардов утверждены. А теперь вот что они называли китайцами. Лидер палаты представителей Майк Джонсон говорит, что Китай и Ран... Хорошо, 95 миллиардов утверждены. А теперь вот что они называли китайцами. Лидер палаты представителей Майк Джонсон говорит, что Китай, Иран и Россия являются глобальными угрозами во всем мире и представляют угрозу нашему процветанию и безопасности. Их продвижение, их продвижение вперед угрожает свободному миру и требует от американцев лидерства. Вдобавок ко всему, они попросили о запрете. Извините, они сказали владельцам ТикТок, они не просили. Они сказали им продать эту компанию Америке. Прямо сейчас в Китае находится 124 компаний из списка Fortune 500. Карл, поделись с нами своим мнением, к чему все это идет. Действительно ли американцы собираются продать эту компанию прямо у всех на глазах? Я имею в виду, что если это произойдет, забудьте даже об открытии какой-либо компании в Соединенных Штатах. Это должно плохо сказаться на бизнесе. Я хочу, чтобы вы высказали свое мнение по этому поводу. Я имею в виду, что это вымогательство, не так ли? Я имею в виду, что именно процесс принуждения Тикбайта Данс к продаже ТикТок американским инвесторам, начавшийся при администрации Трампа, продолжился при администрации Байдена. И за этим стоит несколько факторов. Есть люди из национальной безопасности, которые утверждают, что ТикТок — это инструмент для покупки с помощью китайского наблюдения. Но есть также большие бизнес-интересы, такие как Facebook и Google. Они теряют свой обед из-за ТикТок. Ты же знаешь, кто ты. Я имею в виду, что по сравнению с ТикТок, Инстаграм — это ничто. Как и YouTube, пытающийся создать формат коротких видео. Они пытаются скопировать ТикТок, но не достигают такого же уровня успеха. Это потому, что у Байдена Данс есть очень хороший алгоритм, механизм рекомендации искусственного интеллекта. И вот что эти люди пытаются сделать. Они пытаются заставить Байдена Данс продать алгоритм американским компаниям. Я имею в виду, что это похоже на коммерческий секрет Байдена Данс. Алгоритм — это ключ к разгадке. Китайское правительство совершенно ясно дало понять, что не позволит Байдена Данс продавать ТикТок. Вы знаете, они скорее предпочли бы, чтобы ТикТок был запрещен в Соединенных Штатах, чем чтобы Байдена Данс был вынужден продать ТикТок. Так что же на самом деле означает запрет ТикТок? Вы знаете, например, означает ли это, что они просто запретят его с IP-адреса внутри нас? Собираются ли они попытаться запретить его со всех американских платформ, о которых я говорю, таких как iPhone и Android? Собираются ли они запретить его в Apple Play Store и Google Play Store? Тогда это действительно может привести к глобальному запрету. Я имею в виду, что это повлияет на всех пользователей за пределами Соединенных Штатов. Я предвижу, что если ТикТок зайдет так далеко, Байдена Данс, вероятно, подаст на них в суд. Я имею в виду, что это так. Они могут бороться с ними по вопросу свободы слова. Так что это политический театр. Вы знаете, что ТикТок — это политический театр. Его продвигают некоторые очень сильные бизнес-группы, такие как Facebook и Google. У них нет никакого присутствия в Китае. Так что для них запрет ТикТок — это всего лишь игра. У них нет. Им не нужно беспокоиться о потере китайского рынка, потому что они не на китайском рынке. Конечно, это не относится к другим американским компаниям. Вы знаете, что единственная причина, по которой Тесла добилась успеха прямо сейчас, заключается в том, что у них есть открытие шанхайской гигафабрики. Именно шанхайская гигафабрика стала поворотным моментом для Тесла. И вы знаете то же самое и с GM. Вы знаете, что Китай — это крупнейший в мире рынок автомобилей. GM China продает больше автомобилей, чем они продают в Соединенных Штатах. Так что это может иметь серьезные последствия для китайско-американских торговых отношений, если они действительно введут этот запрет. Я имею в виду, что сейчас еще слишком рано говорить об этом. Я имею в виду, что они могут в конечном итоге смягчить формулировку. Но я хочу вернуться к Тайваню. Ты же знаешь, там есть счета на 95 миллиардов долларов. Там есть 8 миллиардов долларов для Тайваня. И у меня такое чувство, что большая часть этих денег просто вернется в военно-промышленный комплекс США. Ты же знаешь в плане продажи оружия Тайваню. Потому что Тайвань на самом деле является одним из крупнейших клиентов американских систем вооружения. Он был очень хорошим клиентом в течение десятилетий. И они всегда покупают это устаревшее и бесполезное оружие на дорогие оружейные платформы. Тайвань покупает танки Абрамс. Что за черт? Как они собираются использовать танки Абрамс на Тайване? Я имею в виду, что к тому времени, когда вам нужно будет использовать танки Абрамс, будет уже слишком поздно. Ты же знаешь, что ты находишься на острове. И вот люди на Тайване. Я краду это. Я краду это. Это лучшее, что у меня когда-либо было. Я согласен. Я согласен с тобой, Карл. Я имею в виду, что мы говорим о том, что американцы обеспокоены провинциальным островом, который находится в 12,2 морских милях от берегов Соединенных Штатов. Но послушай, мы думаем, что и ты, и я говорим, что они были бы сумасшедшими, если бы они запретили ТикТок. Но посмотри на то, что они сделали с Хуавей до такой степени, что они пошли на то, чтобы полностью уничтожить эту компанию. Ты же знаешь, что они на долгие годы посадили под домашний арест довольно высокопоставленного человека, Мэн Ванчжоу. Я имею в виду, что это та крайняя мера, на которую они пойдут. Если мы будем думать, что они просто собираются, знаете ли, может быть, давайте доведем это дело до суда. Давайте разберемся с этим. Вы знаете, отодвинем это в сторону, отложим это дело в долгий ящик на некоторое время. Я не думаю, что все пойдет именно так. Я думаю, что они пойдут на это в полную силу. И я имею в виду, что G тоже есть в их списке, производитель дронов. Вы могли видеть, как многие люди в Соединенных Штатах говорили, «Ну, подождите минутку». Зачем им запрещать дроны G? «Ты знаешь, надо задаться вопросом». Я имею в виду, что они действительно играют значительную роль в оказании помощи Украине, но вы знаете не напрямую. Но я имею в виду, что вы могли видеть с точки зрения розничной торговли, что многие из этих производителей дронов не знают, что их продукты используются, или имеют какую-либо возможность того, что они в конечном итоге будут проданы. Но вся моя озабоченность здесь заключается в том, что вы знаете, люди на самом деле не понимают, насколько серьезна эта проблема с ТикТоком. Я имею в виду, что есть 7 миллионов американских компаний, которые полагаются на это. Есть, я думаю, ошеломляющее количество, около 180 миллионов американцев, у которых есть это приложение. Я имею в виду, что если мы пойдем по пути запрета ТикТока, что вполне возможно, это не так уж и сложно. Я имею в виду, что ты пытаешься найти здесь, в Китае, мобильный телефон с магазином Google Play на нем. Этого не происходит. Ты не можешь его найти. 5-6 лет назад у каждого андроида под солнцем здесь, в Китае. Что меня удивляет, потому что здесь огромный рынок для Google, огромный рынок. Представь себе это. Представь себе, как кто-то говорит, «Эй, эй, у тебя есть этот замечательный магазин игр». «Да, у тебя есть куча разработчиков приложений». «Да, мы могли бы включить этот магазин, я не знаю, на 1,2, 1,5 миллиарда человек, которые могли бы сразу же купить эти приложения и использовать их». «О, нет, 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 нет». «Национальная безопасность». «Бум». «Мы не думаем, что это произошло, но это произошло». «И ты знаешь, что Гугла здесь больше нет». «Ты знаешь, плей-маркета здесь больше нет». «Он удален с мобильных устройств». «Но Гугл ушел из Китая, потому что это было их решение». «Они не были запрещены Китаем». «Китай говорит, хорошо, если вы хотите это сделать». «Если вы хотите остаться в Китае, вы должны подчиняться китайским законам». «Вы должны хранить все данные китайских пользователей в Китае, и вы должны подчиняться китайской цензуре». «И я согласен». «И Гугл сказал, нет, мы не собираемся этого делать, и мы собираемся уйти». «И они также сделали это, потому что теперь они не являются доминирующим игроком в Китае». «Но вот в чем дело». «Ты немного упускаешь суть». «Немного. Дай мне закончить. Дай мне закончить». «Гугл». «Я имею в виду, я имею в виду, что ТикТок — это совсем другое животное по сравнению с Хуавей». «Я знаю». «С точки зрения видимости, ты знаешь, потому что Хуавей — хорошо, конечно». «У некоторых людей были телефоны Хуавей». «И как некоторые люди могут смутно осознавать, что Хуавей строила телекоммуникационные сети в сельских районах США». «Ну а ТикТок знают многие люди». «У Хуавей нет ни единого шанса в США или в пятерке». «Я собирался разрешить Хуавей строить сети пятого поколения, потому что...» «У них все еще есть». «Нет, нет, нет, нет. Они не собираются этого делать». «У них не было ни единого шанса, потому что...» «Я знаю». «Потому что разведывательные службы США не могут получить доступ к Хуавей через черный ход». «Ты же знаешь, что во всех других существующих системах у них есть бэгдеры. Вот почему они могут превратиться в Анджелу Маркл». «Но тот факт, что они не смогли получить бэгдер в Хуавей, означает, что они должны его запретить». «Я имею в виду, именно поэтому они не разрешили Хуавей». «Давай, давай, давай». «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но я говорю, что история с Google была первым шагом, и это не полностью исключило Google Play Store из мобильных телефонов». «Затем они начали преследовать производителей мобильных телефонов и говорить, «Хорошо, подождите минутку, мы не дадим вам доступа к использованию Android, Android вы знаете Play Store». «Так что это был второй смертельный удар». «А затем вы видите, как канадское правительство, даже канадское правительство использует сеть 5G с Хуавей, мы не допустим этого. Даже несмотря на то, что 83% канадской сети 4G по-прежнему работают на продуктах Хуавей. Она все еще работает на телекоммуникационных линиях. И я имею в виду, что канадское правительство не знает, что делать, как разорвать эти линии, потому что это будет стоить много миллиардов долларов. Так что они либо вернутся в каменный век, либо разберутся с этим. И я думаю, что именно это мы и наблюдаем здесь. Сейчас время на исходе. Ты же знаешь, мы уже говорим о 6G, 60 с лишним, я думаю, даже. И эти страны начинают устаревать из-за этой технологии. И они говорят, подождите минутку, мы должны остановить это любой ценой. И я, когда вижу, как что-то подобное проходит в Палате представителей, где это переходит в Сенат, это получит поддержку Сената. Ну, Алекс. Да.